всем привет мои дорогие друзья подписчики и случайные зрители моего канала сегодня так случилось что записываю сразу два видео не знаю какой из них уйдет первым вот одно в общем краткий обзор потому что происходит у меня в моем полисаднике вот а второе больше посвящено тому что сегодня просматривал видеоблог канал одного из своих подписчиков по поводу дачных вопросов значит я там точно не помню название скорее всего попозже его размещу ссылках под видео где рассуждалось о том что некоторые люди возмущаются на наличие свалок возле своего как там где они живут или возле там своих домов где-то в какой-то местности что вот есть такие люди дураки что нет ни у кого там мозгов что они там не думают о том что они здесь живут там свиньи все такое прочее но смотря это видео я как бы тоже согласился со многим кто там блогер этот говорил вот но как бы невольно сам скажем так решил нести как всегда свои пять копеек и суть ситуации в чем заключается приведу как бы свой собственный пример значит очень часто когда мы сталкиваемся с каким-то сопротивлением там наших соседей наших друзей или даже родственников очень важно понять причины этого сопротивления то есть почему человек вообще на что-то восстает и причин сюда бывает очень много к тому же в нашем обществе сейчас которая очень сильно переполнена проблемами финансового характера люди находятся под прессом долговых обязательств то есть когда там кредиты душат когда денег не хватает и вы как вы наверное есть знаете что человек в таком состоянии в общем становится немножко неадекватным то есть ведет себя немножко как загнанный зверь вот и очень часто вот эта напряженка она в нашем обществе создает кучу всяких непониманий люди разочаровываются друг друге разочаровывается в ценностях этого мира и в общем создается такой некий фон когда люди перестают доверять друг другу когда люди выплескивает какую-то свою агрессию лишний вот очень часто вот эта ситуация она и является именно отправной точкой всяких вот таких недоразумений то есть когда человек допустим может мусор вывалить не там где нужно и да действительно он свинья он мерзавец я не отрицаю но очень часто можно даже не догадываться почему человек это сделал там может ну просто не себя я не защищаю таковых но я очень часто сталкивался с такой ситуацией что люди немножко начинает терять рассудок когда на них давит эта жизнь давит эта обстановка и им сложно принимать решение им сложно держать себя в руках вот они даже совершают преступление на этой почве и и что я хочу сказать то есть оправдывали этих людей нет конечно не оправдывание оправдываю себя в этом состоянии если друг меня накрывает но я хочу сказать что для того чтобы решать эту проблему нужно скажем так обладать некими способностями психолога то есть уметь разбираться в причинах и очень часто отсутствие вот именно с нашей стороны кто адекватен в этот момент какого-то нормального примера и каких-то нормальных взаимоотношений в общем-то порождает вот эти проблемы например вот небольшой такой пример совсем произошел ну недавно у нас в этом году значит у нас там из-за введения новых норм законодательных у нас запретили там держать на улице даже кучу песка то есть который в общем-то раньше никому не мешал все знают что с советских времен наличие песка на улице в общем-то это было одновременно и песочницей и строительным материалом сегодня ходят люди которые от администрации лепят штрафы всем подряд а вот и люди не знают куда деваться с этой кучей песка и кучи возмущений я когда-то хотел вникнуть в этот вопрос записывал там несколько видосов а потом стал зрить в корень почему такая вообще проблема возникает что проблема в куче песка я думаю что нет я думаю что разумнее было бы конечно решить эту проблему следующим образом то есть допустим вести нормы которые там делали определенное ограждение этих куч если они там мешают все она явно мешает то конечно не убирать если она не мешает никому то в общем-то давать распоряжение внутри вот этим сотрудников чтобы они хотя бы вникали в ситуацию что куча то не валяется а в общем-то она является песочницей для детей чтобы они не играли на проезжей части вот но все как всегда у нас все делается в россии задним умом я стал немножко вникать в эту проблему и обнаружил такую закономерность интересно я прошелся мимо некоторых домов представителей и работников администрации заметил что люди эти имеют достаточно хороший бюджет ну то есть у них хорошая зарплата она вовремя выплачивается вот и практически у всех у них возле дом порядок они ничего не строят они ничего не делают в своих домах у них уже там газончики там домики более-менее в порядке вот и в таких местах купленные или построенные где удобно там и складировать и все остальное то есть эти люди сидят в своих кабинетах в общем-то ну как как они видят ситуацию вот они создают порядок да у них возле дома порядок они косят траву там они реально сами это делают там они вывозят мусор а вот эта огромная масса там 80 процентов нищебродов нашем городе там котельникова которые в общем-то не следят за этим и вот создают такой некий бардак на улице и как они делают они законодательно решают что или убирай кучу или там от пятиста до полутора тысяч штрафа вот и я сразу задаю вопрос ребят вы когда выбирали этих людей вы думали о том кто эти люди вот кто-нибудь с вот этой претензии к этому депутату подошел и сказал слушай дружбан я вот голосовал за тебя да теперь мне приходит такая вот фигня давайте как-то разбираться в этом вопросе я немножко разбирался в этом вопросе и увидел корень этих проблем он в общем-то находится гораздо выше не буду о нем говорить но я хочу сказать что общество наше изменилось до такой степени что у нас как бы человек который что-то делает который трудится то есть который находится в стадии развития в общем он всем не угоден то есть надо штрафами облагать его надо в углу загонять с ним надо налоги какие-то брать и удрать нужно не только три шкуры но еще и кожу же ну как еще все остальное сдирать вот а некоторые когда встречают вот этих вот сотрудников которые выписывают эти штрафы они входят в не с ними в конфликтной ситуации да конечно сами сотрудники бывает он раз реальные дебилы потому что я вот разговаривал с одной говорю ну а неужели у вас не хватает ума там какие-то вещи игнорировать ну то есть но вы подходите видите что куча никому не мешает вы знаете у нас вот с нас требуют кто с вас требует что за кто-то следом за вами смотрит где вы какую кучу прошли что ли мимо вот и вот это стадо бездумная которая ходит и начинает вот заниматься вот этой вот фигнёй которую спустили снизу ходит и вот выписывает эти штрафы в итоге напрягает обстановку как бы вокруг всего общества чему это все говорю я говорю о том что в любых вопросах надо пытаться разобраться для того чтобы начать там с чем-то воевать нужно определить кто враг и где этот враг находится очень часто он находится внутри нас внутри в нашем сердце и очень часто люди тупят и делать какие-то плохие вещи потому что может быть они находятся вот какой-то сложной ситуации и иногда для того чтобы как-то отреагировать на это нужно правильно отреагирует нужно немножко вникнуть проблему то есть посмотреть как ее решать то есть прямым столкновением очень часто ничего не решается то есть надо иногда зреть в корень и я думаю что конечно количество идиотов вокруг нас никто не никто никто не отменял вот но я думаю что если мы немножко повнимательнее будем относиться друг к другу то я думаю от этого массового идиотизма будет немножко меньше вокруг нас ибо не все вот так вот легко и лежит на поверхности я как-то это имел такую возможность общаться с один американцем который достаточно долго жил у нас в россии и жил он как раз период 90-х годов и например у нас в волгограде когда закрывались заводы у нас была такая интересная вещь в общем работы мало жрать людям нечего значит а в общественном транспорте ездили люди в норковых шубах еще купленные в советское время там и в меховых шапках таких достаточно дорогих и этот американец он когда мы с ним ну ехали в общественном транспорте он смотрел на все это он говорил я поражаюсь горит в россии такой страшный кризис а люди есть ездят мехах и конечно это все вызывало ну такую иронию ну я ему объяснял игры понимаешь это не от того что люди богаты от того что значит они в советское время что-то нажили вот и в общем-то одеты сейчас только потому что во первых холодно на улице потому что зимы действительно ну бывают у нас на территории российской федерации кусается вот это тебе не калифорния откуда ты родом вот а во вторых да действительно для русского человека выглядеть достойно гораздо выше того что у тебя там в холодильнике мышь повесилась вот и поэтому не всегда вот этими понтами за этой агрессии скрывается действительно агрессивный человек очень часто нам не хватает такого некого внимания друг к другу какого-то взаимопонимания взаимной поддержки почему потому что когда-то этому учили это мучили в школах этому воспитывали детей сейчас этого нет нигде и каждый человек предоставлен сам себе в лучшем случае он учится сам вот там просматривать каналы там читая определенные книги что уже сегодня редкость вот я о чем вообще говорю в этом видео я говорю о том что если мы видим какую-то проблему я не думаю что надо кидаться сразу и и критиковать сразу и урвать там на клочья и говорить а какой дебил какой идиот выбросил эту кучу мусора а какой дурак там вот принял такой закон понимаете это дурак который принял этот закон он в общем то выходец из нашего рода человеческого понимаете и у этого дурака возможно в голове тоже шарик за ролик заедет я думаю что прежде всего что мы должны делать мы не должны быть агрессивны к этим вопросам я думаю что вот есть кстати в библии есть одно место апостол павел так писал не помню в каком послании записано он говорил в почтительности друг друга предупреждайте то есть когда вы общаетесь с человеком не всегда нужно говорить ей ты козел ты какого хрена вот вывалил вот эту ведро мусора вот там иногда стоит просто подойти пообщаться и как-то вникнуть в проблему может у человека действительно там трудности какие-то вот и каким-то образом ну повлиять на эту ситуацию но немножко с другой стороны немножко мягче немножко аккуратно я понимаю что многих просто не перевоспитать но если мы делаем хотя бы попытки то я думаю решения вот эти действия эти они будут гораздо лучше наших вот этих простых возмущений, понимаете мы должны держаться друг за друга мы должны помогать друг другу, мы должны каким-то образом взаимодействовать иначе те кто над нами они так и будут выпускать законы, которые будут штрафовать нас за эти самые кучи песка на улице и основная причина как я потом выяснил этих штрафов заключается не в том, чтобы нас каким-то образом приучать к порядку обычное население, а в том чтобы определенную мзду собирать с людей, потому что нам же надо каким-то образом воевать в Сирии нам надо каким-то образом там каким-то образом другие какие-то наши геополитические вопросы решать в конце концов кормить верхушку чиновничью, которая живет все больше и больше с каждым годом потому что санкции вели против них а шкурочку сдирают они с нас, вот я например не знаю ни одного случая где санкции были бы введены например против Славы Гуськова который живет в Котельниково вот чтобы допустим ему арестовали счета за границей только по одной простой причине что их просто нет вот а если кому-то арестовали то скорее всего они у них были и скорее всего там были резкие причины их арестовать нехер было их держать там вот вот такое вот сегодня видео на тему того как нам все-таки бороться с идиотизмом в нашем обществе вот и выводы таковы что для того чтобы с ним бороться нужно вникать в суть проблемы откуда берется этот идиотизм откуда он проистекает потому что я говорю это еще цветочки что происходит сейчас в нашем обществе почему? потому что наше общество деградирует оно реально деградирует по одной простой причине что у общества падает доход рамка планка уровня жизни поднята так что люди глядя на нее они понимают что они не могут ее достичь там простой работы или там даже став преступником очень сложно ее достичь вот понимают что это все как бы кормушки кормушки они уменьшаются вот и люди как знаете вот как животные они начинают себя вести несколько неадекватно то есть они начинают друг с другом ссориться друг друга грызть почему? потому что ну вот как это сказать среда обитания начинает терять ресурсы кормовые вот и поэтому единственный способ на сегодняшний день как бы надо взаимодействовать надо каким-то образом ну как лечить друг друга от этого дебилизма понимаете потому что завтра накроют еще кого-нибудь и если ты сегодня не решаешь эту проблему мирным путем с одним соседом завтра накроют еще двоих вот и поэтому друзья добром общением вот просвещением мы в общем-то можем достигнуть гораздо больше чем открытой конфронтации поэтому всего вам доброго всем огромных благ желаю мира с вашими окружающими вот не бросайте пожалуйста мусор где попало вот потому что это вредит не только экологии но знаете там будут бегать еще наши дети вот и поэтому я думаю что нам немножко надо быть друг другу чуточку добрее поэтому всем пока до свидания подписывайтесь на мой канал ставим лайки всего доброго до свидания до свидания Продолжение следует...